Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Дорогие друзья, сегодня я вот дома. У нас погода просто ужасная. Пурга, снег. И я забежала в магазинчик, и знаете, что я купила? Я купила фейхоа. Вы знаете, сто лет не покупала и не пробовала фейхоа. Это было так давным-давно. И вот в магните увидела фейхоа, вспомнила молодость, скажем так. Когда-то в 90-х годах этот экзотический фрукт мне привозили с Сухуми. И я делала живое варенье. И сегодня решила то же самое сделать. Вы знаете, это так вкусно, это так полезно. Не многие пробуют и знают этот фрукт. Это, в общем-то, растение вечно зеленое, южное. Вот посмотрите, вот такой вот он плодик. Ну, здесь, наверное, они небольшие, бывают и больше эти плодики. Ну, вот такие были в магните в магазине. Я даже удивилась. Хочу сейчас разрезать вам и показать. Так вот, это вечно зеленое, ой, пошел аромат, южное растение. Чем оно полезно? А, сначала я вам скажу, что это растение вечно зеленое семейство миртовых. И произошло, в общем-то, оно выходец из Южной Америки. Так, чем полезно это растение используют при авитаминозах, при простудных заболеваниях, потому что количество витамина С в нем, ну, просто максимальное количество, очень много витамина С. И знаете, чем оно пахнет? Запах клубники, ананаса. И вот, не знаю, для многих, может, это неуловимый запах, но мне кажется, вот эта вот кожура напоминает слабый запах ароматной хвои. И вот, ой, ой, не могу надышаться. Такая прелесть. И вот, сегодня мы с вами будем готовить такое варенице. Очень это быстро делается. Вот я сейчас почищу. Вот эти вот хвостики я обрезаю. Так, они нам не понадобятся. Вот так разрезаю. И знаете, нам потребуется сахар. В такое варенице я кладу по вкусу, потому что я его съедаю, ну, ой, посмотрите, какая мякоть, моментально. Ой, ой, какой аромат, какой аромат. И я добавляю совсем немного сахара. Вот это даже я вот взяла много, потому что оно не сильно кислое. Вот, и вот сейчас мы вот эти вот хвостики с вами... Ну, естественно, потребуется блендер. Вот такая кружка. Я вот в такой кружке перемалываю все ягоды. В общем, делаю живое варенье. Вот сейчас я вот так вот всё это почищу. Разрежу его. Вот. И сразу складываю вот это вот, вот эти половинки, сразу складываю в кружку. Ой, вы знаете, когда первый раз мне привезли это, я думала, что это, что это такое. Ой, ну, когда сделала вот это живое варенье, вы знаете, я была просто в восторге. Ах, мы съели его. Ну, просто на раз, два, три. Раз и нет этого варенья. Особенно это полезно детям. Знаете, здесь содержится столько йода, очень много йода. И этот фрукт может посоперничать с морепродуктами. Вот. 36 мг на 100 г. Так что, дорогие друзья, бегите в магнит или на рынок и покупайте фехуа. Конечно, оно дороговато. Вот я покупала за 18 рублей 100 г, то есть 180 рублей килограмм. И, ну, и что? Ну, это же для здоровья не жалко никаких денег. Ой, такая пурга. Ой, что там творится за окном? Вы не представляете. Это вообще зима. Зима. Ой, слушайте, вот это мягкое, уже такое мягкое. Вот точно сочное. Ой, вот сейчас бы взяла и все съела. Ой, ну, какая прелесть. Посмотрите, вот это, его путают с киви, но это совершенно не киви. Мне даже нравится. Вкус фехуа больше, чем киви. Вот честно. Если бы у нас все время продавали эти плоды, я бы, наверное, их каждый день ела. Вот знаете, купила я почти что килограмм. Вот. И вот уже каждый день делала это. Себе вот такую прокруточку, такое живое варенье. Это так вкусно. И вот, знаете, решила показать вам. Слышите, какой ветер? Это вот чуть-чуть у меня приоткрыто. Ну, просто ураганный ветер. Щель вот в окне. И такой, наверное, 25 метров в секунду, как и обещали. Вот. Вот такие дела. Куда поедешь в такой ветер? Даже, ой, посмотрите, какая мякоть. Ой, а пахнет. Тут и запах клубники свежей, ананаса. Ну, и вот этот запах неуловимой хвои. Ой, как же мне это нравится. Так. А самое главное, дорогие друзья, что этот фрукт выводит холестерин. То есть очищает наши сосуды. Это очень-очень полезно. И для кишечника, потому что в этом фрукте очень много клетчатки. Ну, и при простудных заболеваниях, ну, это просто, вот, знаете, незаменимо. Раз быстренько прокрутил. Вы знаете, многие делают еще так, с грецким орехом. Ну, мне это так не нравится. Я вот предпочитаю просто или с медом. С медом, конечно, было бы это еще полезнее. Или с сахаром. С медом, вот, конечно, можно и грецкие орехи сделать. Потому что мед, грецкие орехи, вот это фейхоа, вот это будет точно бомбовая смесь. Это такая вкуснота. Вот. Сейчас я пойду прокручу это на блендере. Сразу я туда добавлю. Вот я немножко сразу прокручиваю. А потом вот в эту массу добавляю сахар. Потому что сразу нельзя сахар добавлять, иначе испортите вот этот вот... Испортится вот этот ваш блендер. И сахар там как-то попадает, и это... Ну, в общем, сейчас прокручиваю. Добавляю немножко сахара. Снова еще прокручиваю для однородной массы. Пробую на вкус. Если понравится, еще добавлю сахара. Ну, вот, друзья мои, прокрутила я. Вот это получилось. Посмотрите, такая красивая фисташковая масса. Цвет такой красивый, приятный. И вот сейчас я буду выкладывать это в баночку. Ну, это вообще красота. Вот эта зеленая салфетка здесь мешает немножко. Сейчас я вот салфетку уберу и специально покажу вам цвет. Вы знаете, обязательно нужно с кожурой, потому что в самой кожуре очень много биологически активных веществ. Очень-очень-очень много. Вот. И вот такое замечательное у нас живое... Вот сейчас уберу салфетку и покажу вам. Посмотрите. Посмотрите, какой цвет. А, какая вкуснятина! А какой аромат! Ну, это просто, знаете, как будто нарвал свежие клубники, порезал ананас. И здесь у тебя растет кедр рядом. Все вместе пахнет. Как будто ты находишься в саду с таким божественным ароматом. Вот знаете, этого сахара, который у меня был, вполне было достаточно. И не сладко. Получилось как будто абсолютно естественная масса такая. Совершенно сахара не чувствуется, но и не кисло. Чуть-чуть кислинка. Сахара не чувствуется. Ой, ну это вкуснятина! Это просто... Ой, ну к чаю! А знаете, можно и к блинчикам, и к сырникам. И знаете, даже к мясу. Ну, как соус это использовать. Ммм! Ммм! Особенно, знаете, я думаю, что это пойдет к запеченной свинине. Это такая вкуснятина! Дорогие друзья, покупайте, не жалейте. Делайте для себя такое вкусное живое варенье. Если вы хотите сделать побольше и сохранить это, ну, как бы, закруточки на зиму, то можно, наверное, побольше сахара добавить. И это будет очень-очень-очень вкусно. Ну вот, дорогие друзья, вот такое видео про такой полезный, очень вкусный фрукт. Фейхоа. Бегите в магнит, если еще не разобрали, или на рынок, и покупайте. Всем приятного аппетита! Когда попробуете, поймете меня. Всем пока-пока! До новых встреч! Впереди еще много интересного! Субтитры сделал DimaTorzok